Во всех регионах страны проходит финал 8-го национального чемпионата WorldSkills России, организованного Союзом молодых профессионалов. За звание лучших в более чем 100 компетенциях борются около 300 тысяч студентов со всей страны. Впервые из-за пандемии состязание профессионального мастерства проходит в дистанционном формате. Свои навыки по компетенции кондитерское дело продемонстрировала и финалистка от Карачаева-Черкесии, студентка 4-го курса Республиканского колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Диана Байчорова. О соревнованиях участников в репортаже Ахмата Халкечева. Уже восьмой по счету финал национального чемпионата WorldSkills России проходит в нестандартных условиях. Изначально планировалось, что всех финалистов примет Кузбасс, но из-за мер, принятых по недопущению распространения коронавируса, каждый конкурсант выступает в своем регионе в онлайн-режиме. Этот финал стал самым массовым за всю историю соревнований. 2900 участников, которые уже доказали в своих регионах, что они лучшие. От Карачаева-Черкесии участвуют двое. На площадке «Кондитерское дело», организованной на базе колледжа индустрии питания, туризма и сервиса, свое мастерство демонстрирует студентка 4-го курса Диана Байчорова. В неделю-два раза приходила в колледж, нам не давали задания, оставляли одно, я делала. И я готовила конфеты, готовилась конфетам. То есть на время тоже делали? Ну не совсем, но да. За выступлением не наблюдают судьи из Москвы, Кузбасса и Казани. На площадке установлены высокочувствительные камеры, которые отслеживают каждое движение конкурсанта. Проведена действительно большая работа по подготовке площадки. Площадка подготовлена в соответствии с требованиями инфраструктурного листа Союза Борусской. Наблюдать за конкурсантами можно в фойе по монитору. Сюда выводится изображение со всех четырех камер, которые ведут трансляцию в Москву, Кузбасс и Казань. Большую поддержку в подготовке площадки оказало Министерство образования и науки Карачаевой Черкесии. Поболеть за нашу участницу на площадку лично прибыла и сама Инна Крамщикна. Очень надеемся, что наш участник от нашего региона справится с поставленной задачей, потому что приложено неимоверное количество усилий и со стороны руководства республики, и со стороны руководства колледжа, мастеров, педагогов данного колледжа. Шла большая подготовительная работа, поэтому мы надеемся на высокие результаты. На испытание отведено 4 часа, в течение которых конкурсантке необходимо приготовить два вида конфет. Это трюфели с погружением в шоколад и конфеты нарезные трех видов. Диана должна использовать молочный, темный и белый шоколад. Так как консистенция у шоколада разная, и ингредиенты она применяет разные. Где-то использует турмалин, ореховую начинку или добавляет пюре и масло сливочное, чтобы текстуру конфет создать нужного качества. Некоторые задания конкурса уверенно можно сравнить с ювелирным делом. По цирковой тематике, задании финала, конкурсантке помимо конфет и тайного задания, в строго отведенное время необходимо еще успеть приготовить две модели клоунов. Они должны быть абсолютно идентичны как внешне, так и по весу. Конкурсное задание выполнено вовремя и в полном объеме, в том числе и тайное задание, которое поступило за 15 минут до старта соревнований. Мы изучали опыт зарубежных наших шоколадей, и вот пришли к этому результату. И конфеты она хорошо протемперировала, и текстура у них не тянущаяся, а мягкая, ну такая вот немного рассыпчатая. И вкус приемлемый, вкусу шоколада с добавлением молочных ингредиентов. Там и молочные ингредиенты есть немного, и другого пюре. Есть и тремолин, и различные виды компонентов, которые создают эту текстуру. Результаты соревнований огласят после полного подведения итогов. Ахмат Халкичев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия.